Детская познавательная программа Открывашка. Открываем мир вместе. Андрей Андреев, всем еще раз привет. И сегодня по традиции вместе с нами в студии гости, вместе с нами соведущие, те самые юные открыватели, которые традиционно даже уже не помогают вести программу, а сами ее ведут, делают это успешно. И нам очень хочется надеяться, что в скором будущем они это будут делать совершенно самостоятельно, без участия взрослых, возможно. И сегодня как раз-таки две юные исследовательницы помогают мне вести эту программу. Это Ева Кравцова и Злата Андреева. Здравствуйте, девчонки. Доброе утро. Как дела, как настроение, что нового, как погодка вам сегодня с утра. Выпал снег. Да, если кто не в курсе кировчания, если вы только-только проснулись и еще не выглядывали за окошко, то лучше туда и не смотреть, потому что там настоящий снежный апокалипсис выпал, ну я не знаю, месячная норма, наверное, осадков это точно, и обещают, что снег будет валить дальше. Так что весна уходит, весне дорогу никто не дает. И это могло бы стать темой нашей сегодняшней программы, но мы будем говорить не о неожиданно вернувшейся зиме. Сегодня у нас в гостях настоящий писатель, поэтому мы будем говорить о творчестве, о юных талантах, о дарованиях, о том, как развить в себе талант и что, собственно говоря, это может за собой принести. Итак, у нас в гостях сегодня тот самый юный писатель Максим Мельчаков. Максим, привет. Здравствуйте. Доброе утро. И он пришел не один, чтобы вы сразу понимали, что все абсолютно серьезно, и это действительно настоящий писатель, у которого уже есть своя книга. Вместе с ним пришел издатель непосредственно, человек, который профессионально занимается продвижением и молодых талантов, и уже известных авторов. Человек, который в издательском деле далеко не новичок. Евгений Дрогов. Евгений, доброе утро. Доброе снежное утро. Да, вот каждый раз, когда мы добавляем про снег что-то, у нас сразу про доброту и про доброе утро как-то забывается. Но мы в хорошем настроении, зато все с утра прошлись пешочком, отбросили в сторону все свои дела, заботы, думали только о том, как добраться до нужного пункта назначения. Итак, друзья, вот мы решили сегодня тему именно так обозначить, но добавим к теме творчества и литературы, и писательского таланта, мы добавим еще одну дополнительную тему, которую, кстати, девочки у нас сегодня помогут раскрыть на все 100%. Тема связана непосредственно с книгой Максима Мельчакова, которая вот у нас сегодня из студии, разрешите, я даже продемонстрирую. И расскажу чуть попозже о том, как ее можно будет заполучить. Вот этот вот горячий пирожок с полужару из типографии поступила эта книга Максима Мельчакова. А тема ее пираты, пираты путешествуют, поэтому как раз-таки сегодня о путешествиях пиратах и обо всем об этом будем разговаривать. Ну, в общем, мы как-то так решили завернуть приключения. Пиратство, путешествия, море, в общем, все в одном. Если что-то у нас, если я не так понял смысл этой книги, Максим меня, кстати, поправит и расскажет всем остальным слушателям, тем больше будет интереса ее прочитать. Ну, а чтобы было интереса сразу, максимально много, мы напомним о чем, Злата, что у нас есть всегда? У нас есть призы, подарки, которые мы разыгрываем в студии каждое воскресенье утром, поэтому, если вы решили просто послушать, а не отвечать на вопросы, совершенно напрасная затея. Лучше все-таки поближе держать этот телефон и быстрее звонить нам, если знаете правильный ответ. Звонить нужно по номеру 211-101 в прямой эфир. Какие подарки, кстати, что мы будем разыгрывать сегодня? Сегодня у нас есть, конечно же, книги, это «Энциклопедия пираты», «Энциклопедия чудеса России», многие другие книги, ну и, конечно же, книга «Капитан Минральд» Максима Мельчакова, нашего гостя сегодняшнего. Есть приглашение, приглашение на двоих в театр на Спаскай на спектакль «Роза и Соловей», приглашение на двоих в драматический театр на спектакль «Комната сбывшихся желаний», приглашение на двоих в первый батутный парк «Марио» и приглашение на двоих в кота-кафе «Зуки». Супер. Есть где развернуться нам, когда мы будем вас одаривать, ну и есть из чего выбрать, собственно говоря, вам, дорогие слушатели, когда вы будете отвечать на наши вопросы. Евгений, давайте с вас, как самого взрослого гостя и самого опытного, первый вопрос, чтобы сразу для затравочки у нас гости оживились. Ну, если сразу сходу. Пусть тогда наши юные слушатели ответят вот на какой вопрос. Не секрет, что всему нужно учиться. И свой литературный талант, если он есть, нужно развивать. Действительно. Так вот, в каком вузе учат написателей? Как он называется? Классный вопрос. Классный вопрос. Ребят, отвечайте поскорее. Звоните нам в студию по телефону 211-101. Подарков много. Первый подарок мы готовы уже вручить кому-то из вас. Если не знаете сами, ну, по какой-то причине еще не в курсе, куда, допустим, пойти учиться в дальнейшем, спросите ваших родителей. Пусть они вам помогают. Отвечайте совместными усилиями. Нам это только нравится. И вам это тоже, я думаю, будет на руку. Поэтому звоните 211-101, а мы вернемся к Максиму. Максим. Максим сегодня очень напряжен с утра, потому что он понимает свою ответственность. Все-таки пришел официальный, как гость, как начинающий писатель. Макс, давай с простого. Вот как появилась идея написать книгу? Были ли какие-то к этому, ну, вот, причины такие основные? Или просто раз, озарение, вдохновение, вот, нахлынуло, и все. Пишу, сдаю в издательство. Нет, были идеи, как создать книгу. По-мелкому писал, писал, и получилась книга. Вот писал, писал. И, судя по всему, вот, девочки, знаете ли вы, что лежит сейчас перед Максимом? Как вы думаете? Черновики, может быть, его нет. Но у писателя это называется... Рукописи. Рукописи. Знаете, которые не горят. Да-да-да, бессмертная фраза. Рукописи не горят. Но их лучше, конечно, не испытывать на прочность, тем не менее. Это рукописи. Нашел же сам звонок, что ли, есть? Ничего себе, представляете, только мы хотели поговорить про рукописи. Уже есть первый звонок. Принимаем. Доброе утро. Здравствуйте. Как вас зовут? Девочки, что вы замерли? Давайте вы уж пообщайтесь с нашим гостем. Вернее, гостей, судя по всему. Михаил. Ничего себе, извиняюсь, Миша, ошибся сразу. Вот такой вот у тебя голос с утра. Миш, сколько тебе лет? Десять. Так. Ну вот у нас Евгений Дрогов в студии, он задал вопрос. Я повторю вопрос. Да. Как называется высшее учебное заведение, где учат на писателей? Орг. ГО. Еще раз. Уральский государственный университет. Ну, у нас есть специальное учебное заведение, единственное в мире такое, где делать учат на поэтов, писателей, драматургов. Миш, есть возможность поправиться? На самом деле, ты отчасти, возможно, прав, потому что есть, наверняка, в Уральском госуниверситете, ну, хотя бы журфак, на котором, действительно, журналисты учатся писать тексты, возможно, становятся писать лилии филологический факультет. Но вот есть конкретно прям настоящий университет, институт, который прям писателей готовит, прям профессионально. Готов ответить? Мы тебе можем немножечко подсказать, да, Евгений? Хотя бы в каком городе находится? Он находится в городе Москва. И носит имя известного писателя российского, советского. О, сейчас там Михаил, мне кажется, совсем сник. Итак, Миш, есть ли ответ у тебя на вопрос, все-таки, какой конкретно профессиональный вуз готовит писателей? Нет. Нет пока. Ну, давай, значит, смотри, мы сделаем таким образом. Так как ты первый дозвонившийся, так как ты все-таки старался ответить на этот вопрос, подарок мы тебе в любом случае вручим. А вот Евгений сейчас откроет и тебе тайну, и всем остальным слушателям, в каком же вузе готовят настоящих писателей. Вуз называется Литературный институт имени Алексея Максимовича Горького. Да, Литинститут. Вот именно там повышают свою квалификацию все те, кто обладает талантом писателя и хочет стать профессиональным писателем. Причем реально я знаю людей, которые его, собственно говоря, успешно заканчивали в свое время. Вот у меня один из одноклассников, как раз-таки выпускник Литинститута. Ну, Миш, выбирай подарки, какие бы тебе хотелось, куда-нибудь сходить или что-нибудь прочитать. Я тебе рекомендую второй вариант. Что-нибудь прочитать. Я думаю, за эфиром тебе редактор подскажет, какую книжку ты можешь выбрать, ну, а, естественно, расскажет, как ее можно забрать. Спасибо большое, Миша, за звонок. Дорогие друзья, вот последуйте примеру Михаила, звоните нам утром, отвечайте на вопросы. Мы, кстати, сразу же вопрос сейчас зададим, да? Почему нет? Напомним сначала о том, что у нас есть группа ВКонтакте, в которой физики авиатского нашего любимого, не уральского, а авиатского госуниверситета подготовили вопрос еще на прошлой программе. И этот вопрос звучит следующим образом. Возникает ли индукционный ток в металлическом контуре автомобиля при движении в магнитном поле Земли? И в каких случаях это происходит? Если вы знаете ответ на этот сложный вопрос, далеко не гуманитарный как раз-таки, то прямо в группе ВКонтакте отвечайте, и мы чуть позднее в эфире разыграем, опять же, подарок. Если вы назовете правильный ответ группа, так и называется ВКонтакте Открывашка, Эхо Москвы, Киров. Заходите туда, пишите свои ответы, ну, а мы, естественно, потом найдем победителя. Это вопрос, который в интернет-пространстве гуляет, а вот сейчас вживую прозвучит вопрос, наверное, от Максима сразу. Да? Давай зададим вопрос, чтобы у нас слушатели, опять же, могли получить возможность выиграть какой-нибудь подарок, приз. Как называется «Кухня на корабле»? Вот, все очень просто. Тема тоже связана с книгой Максима и с сегодняшними нашими путешествиями, приключениями. Как называется «Кухня на корабле»? Звоните 211-101. Ну что, продолжаем. Вот эти рукописи, да, Макс? А это рукописи того самого произведения, которое сейчас уже обрело реальную книжную форму? Или это какая-то новая уже готовится книга? Это рукописи всех книг. Ох, а сколько их у тебя? Много. Примерно. Да, вот девчонки сразу заинтересовались, ничего себе, сколько много. Тебе лет сколько на сегодняшний день? Десять. Ты за десять лет... Какие ты пишешь? Да. С какого возраста ты начал вот так вот активно писать? Помнишь примерно с какого возраста? На каникулах после второго класса. То есть, по сути-то, это буквально два-три года, да? Не больше. И уже несколько книг. Девочки, к вам вопрос. Был ли у вас подобный опыт писать что-то, сочинять, придумывать, фантазировать? Сочинения в школе. Ну, то есть, дальше школьных сочинений пока не пошло. Наконец. Хотели бы, чтобы вот так вот у вас книга вышла, причем, вот там сейчас ответ мы обязательно услышим уже, потому что звонок нам поступил. Книга, насколько я помню, там не меньше тысячи экземпляров, правильно, да, тираж? То есть, вот так вот сразу, как минимум тысячи человек прочитают книгу Максима. Это же здорово. Взрослые еще, не каждый, мне кажется, об этом мечтает, причем вот такая хорошая, не в мягкой какой-нибудь там обложке, а настоящая книга, которой вот мне стыдно поставить свою книжную библиотеку на полку. Ладно, мы вернемся к этому позднее. Итак, вопрос, Максим, принимай ответ. Привет. Вопрос был какой у нас, напомним. Как на корабле? Как на корабле называется кухня? Называется кухня, и у нас есть дозвонившийся. Доброе утро. Привет. Здравствуйте. Как тебя зовут? Меня зовут Павел. Павел, а сколько тебе лет? Мне 9. И как называется кухня на корабле? Кухня на корабле называется Камбур. Как вы думаете, девочки, это правильный ответ или нет? Ева? Камбус. Верная версия? Мне кажется, да. Злата? Не знаю, наверное. То есть не знакомы с морской терминологией. А вот Максим в курсе. Итак, Максим, правильный ли ответ? Камбус? Правильный. И это абсолютно правильно. Паша, мы тебя поздравляем. С добрым утром. Что хочешь получить в качестве подарка? Ну, я хочу какую-нибудь книгу. А вот, Злата, расскажи, что у нас есть в качестве подарка? Смотри, у нас есть энциклопедия «Пираты», энциклопедия «Чудеса России», энциклопедия «Тайный море», есть книга «Пират. Руководство для начинающих», Эдуард Веркин «Настоящее приключение. Спасти Элвиса» и книга «Драконья сага». Вот так вот. Я ничего не запомнил, запутался только. Поэтому, если сумел, сразу сходу... Что? Я хочу книгу о «Драконья сага». О «Драконах». «Драконья сага». «Драконья сага». Всё, за эфиром редактор расскажет тебе, как её можно получить. Вернее, ты её уже получил. Как её можно забрать? Спасибо, Паша, большое. Приятного воскресенья. Продолжаем. Вернёмся. Вернёмся к писательскому таланту, вернёмся к развитию. И вот, Евгений, а как к вам, собственно говоря, попало творение Максима? Да, это интересная история. На самом деле, это первый в нашей практике издательство «Украдкое» за 12 лет случай, когда мы издали книгу юного автора. Такую самостоятельную, отдельную книгу. Обычно начинающие у нас поэты, писатели попадают в какие-то литературные объединения, студии, где развивают творчество. А к нам в данном случае пришла Анастасия Ворончихина, педагог дополнительного образования из Кирова-Чапецка, у которой занимался Максим. И они занимались сочинением разных историй, и их театрализовывали, делали представления. И она сказала, что вот среди детей, которые у неё занимаются, есть Максим Мельчаков, который сочиняет уже настоящие… То есть такие самостоятельные, полноценные… Да, самостоятельные произведения, и хотелось бы, чтобы они получили выход, скажем, уже такой настоящий. И мы, конечно, взялись читать рукописи, которые уже были набраны на компьютере и немножко даже отредактированы. И редакторы в издательстве, и мы показывали настоящим нашим вятским писателям произведение Максима, и все пришли в восторг от того, что прочитали, потому что для мальчика 10 лет это достаточно интересно и талантливо написано. Потом мы встретились с родителями, с мамой Максима, и идея выпустить книгу нашла, скажем так, финансовую поддержку, финансовое подкрепление со стороны родителей Максима. Мама сегодня с нами, мама тоже переживает, волнуется. Маме большое спасибо за поддержку как раз-таки в данном случае. Вот. И поработали наши еще редакторы с рукописью, оформил книгу художник Татьяна Коршунова. И вот совсем недавно мы получили тираж из типографии. То есть, ну, я говорю, практически действительно сплыл с жару, да? Да, книжка практически вот только что вышла, ее уже мало еще кто видел и тем более читал. Но у слушателей, я думаю, есть возможность один экземпляр книги сегодня получать. Вот этот вот, как раз. Вот этот вот, друзья. Алексей держит сейчас в руках. Я хочу сказать, что книга не совсем о пиратах, это книга о морских путешествиях. Ну да, больше о путешествиях. И вообще мы пытались определить жанр этой книги совместно с редакторами. Не смогли до конца определить это и сказка, и приключения, и в каком-то смысле фэнтези. Потому что, как присуще сказке, здесь иногда совершенно неожиданно происходят чудесные избавления от каких-то тягот и страхов. И совершенно неожиданно развивается сюжет. Но книга написана легким таким языком. Как сказала у нас художник Татьяна Куршунова, мне очень, ей очень понравилось, что нет затянутых описаний, как любят взрослые писатели писать. А вот давайте сейчас, Евгений, сразу как раз-таки спросим. У нас есть мнение взрослых, ну, как вы уже сказали, действительно сложившихся писателей, которые имеют там и опыт, и представление, как нужно писать. И есть вот юные непосредственно читатели, на которых, наверное, ориентирована в первую очередь эта книга. Девчонки, вам, вы успели хотя бы немножечко прочитать, насколько я знаю, понравилось, что понравилось, на что обратили внимание вы именно, Ева? Ну, мне тоже очень понравилось, что здесь нет лишних описаний, и тут все очень легко и интересно. Ну и вот мне понравилось тоже, я так, вкратце, я понимаю, что, наверное, надо было какие-то вещи мне тоже здесь для себя почерпнуть, потому что книга у меня была пару дней в распоряжении, но не успел, к сожалению, это сделать. Увидел только то, что мне всегда очень нравится вот в подобных книгах четкое деление на главы и четкое понимание того, что будет в этой главе описываться. То есть, если называется «Глава шахты», то я примерно понимаю, о чем там будет идти речь. И вот эта вот кажущаяся простота, да, она ведь дает свой как раз-таки плюс. Злат, ты вот часто книжки читаешь подобного характера, приключения, фэнтези, вообще тебе нравится этот жанр? Ну, в принципе, да. Который пока здесь до конца не определен, но есть что-то подобное. Да. Нравится. А сами приключения кого вдохновляют? Кому бы хотелось отправиться в настоящее морское приключение? Честно. Только не так вот, как сейчас у нас путешествуют, да, вот этот круизный лайнер многопалубный, да, когда все удобства на борту, когда все за вас уже сделано, а именно вот так по-настоящему встать у штурвала, соленый ветер морской в лицо, мрызги. Ты хочешь путешествовать? Ты сам вот путешествовал когда-нибудь так, или это просто только фантазии? Просто фантазии. А готов был бы отправиться, как капитан Минральд? Готов. Готов. Ну, все, родителям нужно задуматься, мне кажется, сейчас о том, чтобы не только книжку поддержать, но и морское путешествие. Давайте зададим еще один вопрос. По поводу морских путешествий, я знаю, что у Евы достаточно много есть информации. Ева и расскажет немножечко нам, и сразу вопрос задаст. У меня вопрос на тему древних мореплавателей. Что из привезенных товаров помогло участникам экспедиции Магеллана возместить ущерб? Ничего себе. Хочу дать подсказку, что этой вещью мы пользуемся до сих пор, к тому же очень часто, а тогда она ценилась больше, чем золото. Итак, какая вещь помогла Магеллану, да, Фернану Магеллан, участникам его экспедиции, как раз-таки добиться успеха? Итак, вещь эта есть и в современном нашем обиходе, да, очень ценная. Тогда она была, сейчас это уже такая повседневная какая-то вещица, да, которая особой ценности не имеет. Если знаете ответ, звоните 211-101, Ева, я думаю, нам потом расскажет чуть подробнее об этом факте. Ну а мы опять же, Максим, скажи, пожалуйста, возвращаясь к твоей книге, вот оформление книги, это тоже достаточно интересная и большая часть ее успеха. Как она оформлена? Что-то сразу звонок. Слушайте, ребят, мы сегодня не успеваем даже ничего рассказать вот так вот. Получается немножечко скомка, она сбивчива, но тем не менее мы обязательно примем ответ, потому что нам всегда это радостно делать. Итак, Ева, принимай. Привет. Здравствуйте. Как тебя зовут? Меня зовут Алина, мне 9 лет, я учусь в 22-й школе. Ты не первый раз сюда звонишь, да? Нет, конечно. Прекрасно. Ну и что же им помогло возместить ущерб? Соль. Ну, соль тоже, тогда все было очень ценное, но это были специи. А на кораблях возили специи, сахар и соль. Ну то есть все сразу, но соль подходит ведь, правильно? Ну да. То есть и соль, и специи, и сахар. Поздравляем. Пираты прямо захватывали эти корабли. Только чтобы забрать соль. И специи. Соль позволяла сохранить продукты. Да, мясо в соли обваляли, и мясо хранится дольше. Ну, мы, собственно говоря, сейчас так иногда делаем. Ладно, это опять же тема следующей уже, наверное, программы, как сохранить продукты. Подарок. Подарок, я думаю, хотелось бы получить. Да. Какой? Ты уже определилась, книга или приглашение? Ну, не знаю. Ну, давай мы тебе поможем. Есть приглашение в разные интересные места. Книгу. Книгу. Выбирай, какую. Вот у нас драконья сага уже ушла. Чудеса России. Есть пиратская энциклопедия. Да. Или вот настоящее приключение. А вот там мальчик книгу писал. А как ее вот взять? Можно ее? А вот мы попробуем, знаешь, таким образом. У нас будет следующий вопрос, и мы даже дадим возможность и тебе, и всем остальным слушателям. Тебе еще раз дозвониться, если получится, и всем остальным слушателям тоже оживиться. Мы обязательно действительно разыграем вот эту самую книгу, но вопрос у нас будет немножко особенный, такой посложнее и от Максима. Так что соберитесь во второй половине программы, мы обязательно разыграем. А прямо сейчас редактор, я думаю, подскажет, какие еще книги можно получить, поэтому обязательно оставайся на линии, тебе помогут. Спасибо большое. Спасибо, и звони нам еще. Возвращаемся, возвращаемся все-таки к теме. Вот она, вот она, замечательная книга. Большую часть ее успеха девчонки вот знают, да? Особенно, кстати, девочке, мне кажется, мальчикам иногда достаточно просто, но хотя сейчас такое поколение... Картинка все равно играет роль, да? Согласитесь, одно дело получить вот такую классную, красочную, с интересной картинкой. На обложке книгу другое дело получить просто какой-нибудь монохром, да, черно-белый, и читать, который не очень интересно. Вот картинки есть в этой книге профессиональной художницы, насколько я понял. Но я знаю, что Максим ведь сам увлекается немножечко, да, еще и рисованием. Еще и сам иллюстрирует свои произведения, правильно? Правильно. Вот в книжке есть что-то твоих рук, как говорится? Нет. В книгу ничего не вошло, а так на полях черновиков, как Пушкин в свое время, он же тоже иллюстрировал. Все свои произведения. Ну, Максим делился идеями, и на самом деле в оформлении кое-что... Все-таки есть, да? Рук Максима использовано. Это фрагменты его рукописи. Если обратить внимание, даже на обложке, вот этот почерк, это почерк автора. И художник очень гармонично вписал в оформление вот эти фрагменты. Спасибо, спасибо, опять же, грамотному дизайнеру, художнику, вообще всем, кто трудился на этой книге. Потому что я только сейчас, вот здесь вот в уголочке, понял, что это не морские барашки вот эти на волнах, а это, оказывается, это же почерк, точно, вот это же Максим, вот она, часть его рукописи, здесь как раз-таки в уголочке книги. Я даже почитать попыталась это. Я вот сейчас тоже пытаюсь там разобраться, но я понимаю, что это классно, вот действительно хороший ход художника, спасибо большое. И автора одновременно здесь сразу отразили. Итак, дорогие друзья, у нас сейчас будет небольшая музыкальная пауза, она тоже тематическая, после нее мы обязательно вернемся, и зададим вам еще вопросы, и разыграем обязательно книгу Максима Мельчакова «Капитан Минральд и его команда». Ну что ж, еще раз всем доброе утро. В эфире по-прежнему программа «Открывашка» на 101.0 FM, Теха Москвы в Кирове. Меня зовут Алексей Андреев, в студии у нас по-прежнему мои замечательные соведущие, наши юные открыватели Ева Кравцова-Злата Андреева, а также наши уважаемые гости Максим Мельчаков, начинающий писатель, и Евгений Дрогов, уже профессиональный, опытный издатель, который сегодня нам открывает имя как раз-таки Максима, возможно, будущего литературного гения. Не побоюсь этих слов, немножечко опять же отойдем от темы сегодняшней нашей программы, творчество, литературное, путешествие, которое в этих самых литературных произведениях описывается. У нас был вопрос в группе ВКонтакте, и у нас уже есть на него несколько ответов. Вопрос был сложный для гуманитариев, вообще, мне кажется, не поддающийся какому-то пониманию осмыслений, и уж тем более ответить на него гуманитарию сложно. Тем не менее, возникает ли индукционный ток в металлическом контуре автомобиля при движении в магнитном поле Земли, и в каких случаях это происходит? Нужно было в группе ВКонтакте от Крывашко и Москвы Киров написать свой вариант ответа. И вот у нас есть такие ответы. Алина, 9 лет. Рама автомобиля является замкнутым контуром. В объеме автомобиля магнитное поле Земли, можно считать, однородным магнитный поток, меняться не будет, не будет, соответственно, и тока. Кто-нибудь что-то понял? А сейчас, внимание, есть еще второй ответ. Магнитный поток может изменяться и в однородном магнитном поле, если изменяется число линий магнитного поля, пронизывающих контур. Девочки, все, сейчас у вас мозг должен как у меня взорваться уже просто. А так как при движении автомобиля по наклонной плоскости изменяется магнитный поток, то есть возникает индукционный ток. И я могу так сказать, несмотря на то, что вы ничего не поняли, несмотря на то, что вас сейчас, вот я вижу там в глазах, вот это шарики за ролики заходят, второй вариант более правильный. Потому что у меня есть официальный ответ от наших авторов, от физиков профессиональных. Итак, правильный ответ звучит следующим образом. Индукционный ток в замкнутом контуре возникает в том случае, если меняется число силовых как раз-таки линий магнитного поля, проходящих через этот контур. Если автомобиль движется по ровной горизонтальной поверхности, то есть просто катится, поле не меняется, ток не возникает. Понятно? А вот если он поедет по наклонной поверхности, поле изменится и возникнет индукционный ток ЕВА, выражение этого лица сейчас красочно описывает всю тяжесть этой ситуации. Итак, второй вариант у нас ответа, как вы понимаете, более был верный. Там прям все уже практически слово в слово описали. Поэтому мы поздравляем Машу, сенатору, 12 лет, школа номер 3, города Уржума. Представляете, ребята? Вот так вот. Давайте поаплодируем просто. Пусть услышат все наши слушатели, наши аплодисменты. Машу мы поздравляем. Ну и, естественно, подарок ей наш мы обязательно вручим. Свяжемся с ней чуть позднее. А что подарим? Давайте решим вот мы сейчас. Что подарим Маше из наших книг? Вот тема-то у нас сегодня интересная. Давайте пусть Маша ненадолго забудет о физике, да? Ну хотя бы чуть-чуть. Вот я предлагаю как раз-таки классная штука. Пираты, руководство для начинающих. Вот пусть Маша почувствует себе дух корсаров. В пиратстве, может быть, и физика пригодится. Точно, точно. Вдруг где-то нужно будет резко какую-нибудь вот эту индукционную катушку запустить. Возвращаемся все-таки к теме нашей сегодняшней программы. Литературное творчество, путешествие и так далее. Начнем сразу с вопроса, раз мы тему пиратов тут затронули, Злата. Кто такие пираты, ты знаешь? Да. А можешь нам рассказать? Может, вдруг мы забыли? Или давай совсем-то уж про пиратов не рассказывай. Что-то интересное наверняка у тебя есть, о чем мы, может быть, даже и не знали как раз-таки. Пиратство в своей первоначальной форме морских набегов появилось одновременно с мореплаванием и торговлей. Такими набегами занимались все прибрежные племена, овладевшие основами мореплавания. У пиратов был свой флаг и с целью устрашения он использовался кроваво-красного цвета. И на нем были символы смерти. А что было на нем, кто знает? Символы смерти. Максим, какие символы были? Ну, мы же видели и фильмы, и мультики с самого детства. Мы смотрим, где есть пираты. А мне почему-то оказалось, что у пиратов флаг веселый Роджер. Да, черный. Да, да, так и есть. Он же не кроваво-красный. Он черный. Ну, там в основном был кроваво-красный. А потом уже, видимо, да, немножечко изменился. А на нем были разные символы, что ли? Либо скелет, либо кости. Ну, то есть вот этот веселый Роджер, это черепушечка с костями, помним все, да? Веселая черепушечка. В средние века наиболее распространенным способом нападения был абордаж. И в настоящее время пиратство распространено у берегов Сомалийского региона и Оденского залива. Да, то есть пираты существуют по сей день, к сожалению, и нападениям подвергаются до сих пор и торговые, и не торговые суда у побережья Фафрики. Вот как раз-таки сомалийские пираты орудуют до сих пор. Ну, у тебя там в тексте было очень много тем для вопросов нашим слушателям. Выбери хотя бы одну какую-нибудь и задай свой вопрос. Можно я немножко про другое задам, да? Можно. Меня можешь не спрашивать, можешь сразу задавать вопрос. Как называли новгородских речных пиратов? О, вот так вот. То есть мы знаем пиратов привычных, как раз-таки с Рисовым Роджером на мачте и вооруженным до зубов, типа а-ля-таки Джек Воробей. А были, оказывается, пираты и в наших широтах. Ну, я хочу сказать, что все-таки главный герой книги Максима, он не пират. Он честный моряк, он на службе английского короля. Да, Максим? Да. Хочешь рассказать? Да. О своем главном герое. Мы все-таки как-то туда не можем понять, все-таки про пиратов книга или не про пиратов. А может быть, пираты-то они первые и были честными такими, и тоже были у кого-то на службе. Что за капитан Минральд, если он не пират? Кто он такой? Просто ученик только, как бы, прошедший свою морскую школу и обладающий командой, которые не были пиратами. Вот, вот сейчас это зацепило Максима. Тема, чувствуете, да? Мы говорим все пираты-пираты-пираты, а он говорит, нет, ребята, он не был пиратом. Он был честным мореплавателем, путешественником. У них была ответственная миссия – доставить ценный груз. И они чуть было не провалили это задание. На них свалились всякие беды и несчастья. Но им стали попадаться на пути хорошие люди, которые им помогли. И в итоге они доставили ценный груз куда нужно. Но я не буду полностью этот сюжет рассказывать. Да, сюжет лучше самим каким-то образом уже прочитать в книге. Надеемся, мы в очень скором времени эта книга появится на книжных полках. Ну, ее уже можно купить и в магазинах, и у нас в издательстве можно приобрести. А в каких магазинах она теперь продается? Ну, Роспечать. В Роспечать и книга есть. Вятка Роспечать, да. Вятка Роспечать, книга есть. Друзья, ну, капитан Минральд, слава богу, как выясняется, не был пиратом. А у нас вопрос про пиратов прозвучал. Поэтому давайте услышим ответ на этот вопрос. Дозвонились к нам в студию. Злата, принимай, пожалуйста. Привет, как тебя зовут? Здравствуйте, меня зовут Витя, мне 9 лет, я учусь в 70-й школе. И как называли новгородских речных пиратов? Ушкуйники. Да, это правильный ответ, ушкуйники. Ты уже определился, какой приз ты хотел бы получить? Да. Книга, приглашение? Есть приглашение какое-нибудь. Да у нас много приглашений еще осталось. Ведь ты первый, кто как раз-таки попросил на приглашение. А можно в какой-нибудь театр? Да, смотри, у нас есть приглашение на спектакли «Роза и Соловей» и приглашение на спектакль «Комната сбывшихся желаний». Ну, можно сказать, да, приглашение в Батутный парк. В Батутный парк, да, Мария. Все, без вопросов. Витя, оставайся на линии, сейчас тебе расскажут, как можно забрать это приглашение. Спасибо большое за звонок, спасибо за правильный ответ. Ну, мы, кстати, возвращаемся, возвращаемся опять же к теме. Ну, вот смотрите, сюжет книги мы так по ходу раскрываем, и тем даже интереснее, да, какие-то вещи мы узнаем от самого автора. Максим, скажи, пожалуйста, а есть ли в планах продолжение уже сразу? Есть. Уже готова вторая часть? Да. Когда выпускать будешь? Да, когда издатель готов, родители готовы поддержать. Ну, наверное, надо продать сначала первую книгу, да? Да. Вот. Ну, мы будем всячески в этом Максиму помогать. Мы в этом году в четвертый раз будем представлять Кировскую область на книжном фестивале «Книги России на Красной площади» в Москве. Вот. И мы уже подали заявки в программу, и в том числе презентация книги Максима запланирована прямо на Красной площади. Вот. Поэтому я думаю, что мы будем в этом направлении продвигаться, и как только те затраты, которые родители Максима понесли на первую книгу, окупятся, я думаю, что мы можем продолжить, продолжаем, так сказать, выпускать книги. Ну, я думаю, Максим пока, конечно, наверное, еще не задумывается о таких гонорарах, хотя бы как у Джоан Роулинг, допустим, за ее серию книг о Гарри Поттере. Но так или иначе, гонорар. Максим, играет ли тебе какую-то роль сейчас писательский? Нет, не играет. Ну, явно ведь не за деньги, да, пишешь, правильно? Хочется, потому что, чтобы вот всем довести свое творчество. И слава Богу, да. Да, но важно, чтобы все равно деньги на издание книги все-таки были. Это действительно дело затратное, поэтому желаем, естественно, успехов тебе в издании следующей части этой книги. И у меня еще, знаешь, какой вопрос? Девочки, вам сейчас, вот, как вы думаете, а вообще сложно писать книгу? Да. Ну, честно, мне вот не очень. Ну, вам с сочинениями как? Вот вы сказали, что сочинения в школе пишутся. У вас легко удается им писать? Нам в школе очень часто задавали писать маленькие рассказы, ну, небольшие, там, две страницы альбомных. Ну, и вот сколько у вас времени, сколько быстро, да, пишется? Ну, сочинения, да. Ну, тут книга, явно, ребят, не две страницы, поэтому тут, конечно... У меня с сочинениями плохо. Сочинениями плохо. У меня нормальные сочинениями. Ну, вот, Максиму-то оказалось больше даже, наверное, сложно не написать книгу, да, а как раз-таки, опять же, найти средства уже сразу на ее издании. Вот это оказалось сложнее, потому что я, еще раз, я удивляюсь, что за два-три года у него уже несколько книг фактически готовых выйти в печать, если, вот, опять же, найдутся средства, найдутся те, кто поддержит. Что еще, помимо путешествий и морских приключений, стало темой, вот, твоего творчества? Что еще тебе интересно? Дикий Запад. Дикий Запад? То есть ковбои? Там есть и такая тема. А ты будешь выпускать эту книгу? Ну, планируют, планируют. Вот, Максим... А в этой книге герои оказываются неожиданно. В том числе и на Диком Западе. В том числе и на Диком Западе, да. И у меня сразу предложение. Максим, давай разыграем книгу, потому что у нас очередной вопрос обязательно должен прозвучать до конца эфира. Мы должны успеть разыграть твою книгу. Вот, друзья, сейчас, внимание, важный вопрос от Максима. Помнишь про корабль, да? Да. Давай, давай этот вопрос, он и будет ключевым у нас сегодня. Как раз-таки он связан еще и с темой Дикого Запада отчасти. Как назывался корабль в сказке? Да, итак, сказка «Капитан Минральд и его команда». Автор Максим Мельчаков, он у нас сегодня в студии. Ну, тут надо подсказку сделать. Да, сразу подсказка. Почему мы сказали, что с темой Дикого Запада он тоже отчасти связан? Корабль называется так, я подскажу, да? Можно, Максим, подскажу слушателям? Корабль называется так, как называются дикие лошади в Америке. Да, на Диком Западе. На Диком Западе в Америке называют диких лошадей. Точно так же назывался корабль. Корабль. А еще машина есть такая. И машина есть такая, да. Есть машина с таким названием. Поэтому, друзья, если знаете правильный ответ, 211-101. Мы обещали всем, даже тем, кто уже дозвонился сегодня к нам ранее, поучаствовать в розыгрыше именно этого подарка. Книги от Максима Мельчакова с автографом автора. Вот что самое важное, друзья мои. Это дорогого всегда стоит, поэтому обязательно звоните нам. Если знаете правильный ответ, то у нас сразу звонок. Максим, принимай. Это удача. Это сразу буквально секунды не прошло. Доброе утро. Здравствуйте. Меня зовут Маргарита. Мне 14 лет, я учусь в 70-й школе. Замечательно. Поздравляем вас с этим. Ну что, Маргарита, есть ли у вас правильный ответ, как вам кажется? Корабль называется «Мустанг». Ну что, Максим? Верно. Подсказка пригодилась или просто уже каким-то образом знали правильный ответ? Подсказка пригодилась. Подсказка пригодилась. Ну вот Евгений, он правильно все тоже сделал. Ну что, рады, Маргарита? Очень. Собственно, ручно Максим вам ее подпишет сегодня, и вы эту замечательную книгу получите лично. Сейчас вам расскажут, как ее можно забрать. Спасибо огромное за то, что слушаете нашу программу. Звоните нам еще. Ну вот книжка, книжка нашла своего обладателя. Поздравили Маргариту. Но у нас-то программа не заканчивается. Раз вы говорите... А можно я за там вопрос? Конечно, конечно. Это будет творческий вопрос, потому что никто точно не знает эту историю. Джеймс Кук два раза появлялся на Гавайях. И первый раз его аборигены приняли за Бога, а второй съели. Как вы думаете, почему аборигены так поступили? Чем интереснее ответ, тем лучше. Например, Высоцкий писал, что хотели кушать и съели кука. Да, почему аборигены съели кука? Я нашла информацию в интернете, что второй раз, когда он приплыл, его корабли были повреждены штормом, и это оскорбило местных жителей. Разочаровались в Боге. Разочаровались просто, да. Ну бывает такое, мы тоже часто испытываем разочарование. Не смогли с разочарованием справиться. К сожалению. Джеймс Кук, вот Максим, опять же, сразу из предыдущей истории, тебе вопрос, а были ли какие-то реальные... Ну то есть кто-то тебя вдохновлял, может быть, из известных путешественников на то, чтобы появился капитан Минральд? То есть это все-таки вымышленный персонаж, но может быть кто-то был реальным прототипом, был реальный человек из жизни? Нет. Нет, то есть это прям вот все придумано с листа, с чистого. Да. А сам ты читал что-нибудь про путешествия известных каких-то? Это вот Фернан Магеллан, Джеймс Кук, тот же самый Христофор Колумб. Читал. Читал. И кто-то вот близок по своему образу, по поведению, по каким-то открытиям, близок к капитану Минральду? Нет. Нет. Все где-то далеко. Капитан Минральд, он такой один, уникальный. Уникальный путешественник. Это здорово. Это здорово, да. Это здорово. Итак, Ева, вопрос. Вопрос будет у нас сегодня связанный с путешествиями или мы оставим эту просто историей? В смысле? Вопрос какой-то прозвучит у нас сегодня? Ну вот, это был вопрос. То есть это все-таки вопрос. Да. Уже сразу. Ева ждет ответ. Творческий ответ. Творческий ответ. Я просто думал, что это сразу уже и ответ готов. Итак, друзья. Это один из вариантов. Один из вариантов вот так представили. Если у вас есть свой вариант, почему все-таки аборигены съели кука, молчит наука, а вы, возможно, знаете. Звоните нам 211-101. И чтобы у вас был полет фантазии еще более неограниченный, Злата, давай сразу второй свой вопрос. Все знают фильм «Пираты Карибского моря». Надеемся. Достаточно легкий вопрос. Как звали главного героя в этом фильме и какой актер его сыграл? Вообще красота. Вот мне сейчас кажется и на тот, и на другой вопрос. Можно не думать, можно сразу звонить. Потому что я уверен, Ева, даже если знает правильный ответ, мы все равно примем самую, наверное, еще и оригинальную версию, да? Почему же аборигены съели кука? Правильного ответа нет. Правильного ответа нет. Тем более, что нет, да. Поэтому давайте творческие свои способности включайте. У нас тема сегодня как раз-таки творчество. Напишите свою историю, почему аборигены съели кука. Я хочу сказать насчет разочарования, про которое вы сказали. В Австралии есть гора разочарования, получившая свое имя после того, как путешественники нашли вид с этой горы неидеальным. То есть взобрались, подумали, что там все будет классно. Вот, а у нас классно сегодня движется тема вопросов и ответов. Но в Австралии есть также и озеро разочарования. Когда путешественники, пройдя вдоль множественных рек и ручьев в поисках источника пресной воды, наткнулись на соленое озеро, они были очень разочарованы. Ну, это логично, да. Хочешь пить, а попить-то и не придется, потому что водичка солененькая. Кстати, знаете про животных, которые могут пить соленую воду? Хотя бы одно. Оказывается, есть животное, которое может пить соленую воду, но это пингвин. У него есть специальные железы, которые позволяют соль оттуда прям вот выводить. Ну, опять же, друзья мои, смотрите, сколько мы всего нового и интересно узнаем. Озеро разочарования, гора разочарования. Путешествуйте, пишите книги, и все будет здорово. А еще правильно отвечайте на вопросы, которые звучат у нас в студии. У нас есть ответ. Да? А сейчас узнаем. Доброе утро. Здравствуйте. Привет. Как тебя зовут? Алина. На какой вопрос ты хочешь дать ответ? На второй. А, про пиратов Карибского моря. Да. Ну, давайте, Алина, отвечайте. Главного героя звали Джек Воробей. А кто его сыграл? Как актера звали? Оп. Опс. Ну, нет, там не оп, там по-другому, там, давай мы тебе подскажем, там, Деп. Осталось только имя вспомнить. Там не оп, а Деп. Деп. Фамилия у него Деп. А имя у него, ну, такое, знаешь, у него даже имя пиратское отчасти. Джи-джи-джи-джи-джи? Джи. Начинается. Алин, мы понимаем, что сейчас волнуешься. Итак, как зовут актера все-таки? Есть там кому подсказать? Родители, срочно шепните на ушко. Ну, нет. Да ладно, не расстраивайся, если ты не знаешь, как зовут этого актера. В силу возраста, наверное, просто он уже все-таки такой дядечка солидный, ему уже 50 лет, поэтому Джонни Депп... 50? Да, Джонни Депп. С лишним. То есть он не такой молодой, как кажется на экране. Джонни Депп, актер, сыгравший Джека Воробья. Поздравляем в любом случае. Алин, ты молодец. Какой подарок хотела бы? Книгу или путешествие? Путешествие в одно из интересных мест нашего города. Путешествие давайте. Путешествие. Вот у нас спектакли есть, поэтому выбирай спектакли, за эфиром тебе редактор поможет с выбором. Спасибо огромное. Ну и путешествуй сама. Вот иногда путешествия вдохновляют на литературное творчество, а иногда литературное творчество вдохновляет на путешествия. Вот как раз у нас второй случай сейчас. Второй случай появился. Но вот заметьте, как нелегко вдохновиться на творчество, оказывается. С утра-то в воскресенье. Но меня все равно радует, что сегодня у нас большее количество наших слушателей предпочитает книги. Да. А не развлечения. Это здорово. Мы этому всегда радуемся, на самом деле. Поэтому у нас всегда большие запасы литературы, которые мы с удовольствием передаем в надежные руки читателей. Ну что, Ева, как ты думаешь, будет все-таки ответ сегодня творческий на твой вопрос? Надеешься? Очень надеюсь. Мы тоже все надеемся. Мне очень интересно послушать интересные истории. Причем, уважаемые слушатели, почему мы так настоятельно рекомендуем вам свою фантазию все-таки включить? У нас в студии-то ведь, еще раз говорю, настоящий юный писатель и настоящий издатель. А кто знает, а вдруг ваша история окажется настолько яркой, что ляжет в основу новой книги? Либо вы подскажете сюжет Максиму, либо сами решитесь написать книгу. И вот Евгений повезет уже на пятую, допустим, выставку, следующую книгу, за вашим авторством. Почему нет? Мы этому будем крайне рады, потому что, ну, наверное, все-таки я правильно помню то, что вы сказали в самом начале. Книги юных писателей все-таки в издательстве выходят крайне редко. Ну да. То есть это, скорее всего, исключение из правил. Ну, вот надо сказать здесь, что фонд поддержки художественного музея имени Васнецовых реализует сейчас проект по президентскому гранту. Они получили, наверное, президентский грант. Вот в рамках этого проекта по развитию музея усадьбы Рябова, усадьбы Васнецовых, проект «Котомка сказок». В этом конкурсе поучаствовали дети и их родители, которые живут в Зуевском районе. И по итогам этого конкурса мы выпустили тоже совместно с фондом, по их заказу, книгу победителей этого конкурса. Там не только прозаические произведения, но и стихи. Есть просто семейные рассказы, основанные на реальных событиях. Но это все-таки такой коллективный сборник. Безусловно, сборники это одно, а вот прям авторская вещь. А вот авторская вещь. Ну и в нашей практике я, честно говоря, не припомню. Ближайшие, по крайней мере, годы, чтобы что-то подобное выходило. Ну, про коллективные сборники, да, мы знаем, что наверняка и у Евы, и у Златы, да и у Максима, может быть, у друзей есть такой опыт, когда действительно классами собираются что-то, пишут какие-то небольшие истории. И потом это ограниченным тиражом издается как раз-таки для, опять же, ограниченного круга читателя. А вот такие эксперименты, ну, я все-таки называю это экспериментом. Конечно, это достаточно такой серьезный эксперимент. Да, но, во-первых, мы надеемся, еще раз говорю, на успех этого эксперимента. И надеемся, что это послужит, да, вдохновением для ребят, которые только-только, может быть, еще решаются. Ну, и для родителей, понятное дело, сразу, потому что без поддержки родителей ничего бы не случилось. Девчонки, скажите, пожалуйста, вот опять же, ну и Максим, наверное, тоже мне поможет ответить на этот вопрос. А вот как сделать так, чтобы книга была интересна абсолютно всем? Есть у вас ответная? Тоже давайте пофантазируем. А Максима, наверное, как у писателя. Как у писателя. Есть ответ. И сразу ответ будет, да. Есть? Есть. Есть. Давай. Чтобы книга стала интересной, надо не мелочиться. Если какие-то вещи перечислить, то в порядке вещей. И чтобы уж много, то чтобы писатель еще не забыл о чем писать. И читатель, и писатель. То есть, чтобы линия этой повествования, она прослеживалась постоянно, чтобы не забывали, о чем читаем и о чем пишем. У нас есть ответы буквально несколько минут до окончания. А все уже, у нас заканчивается время, дорогие друзья. Да, чуть-чуть не уследили за временем. Итак, если вы все-таки знаете ответ правильный на вопрос, который озвучила сегодня Ева Кравцова, обязательно как-нибудь дозвонитесь в дальнейшем. Или просто для себя напишите маленькую историю, пусть это будет продолжением нашей сегодняшней программы. Потому что основная тема была все-таки творчество, фантазия, а все остальное, путешествия, чудеса, это лишь дополнительный источник информации и, опять же, вдохновения для ваших творческих фантазий. Поэтому, друзья, спасибо огромное, что были с нами этим утром. Воскресенье, Открывашка, на 101.0 FM. Спасибо огромное. До новых встреч. Юный открыватель, исследователь, пишите, читайте и будьте с нами. Спасибо.